Чего тебя избили-то опять? Ты же вроде подружился тут со всеми. Меня не избили. Просто драка была. Идея родилась органично, когда мы с моим продюсером сели обсуждать его диплом, чтобы его интересовало. Он рассказал о своих нескольких идеях, и одна из них мне понравилась, и мы стали ее вдвоем развивать. Валентин Рогатин, автор-сценарий, он очень быстро пишет, а сроки у нас были очень сжатые, потому что нужно было сдавать диплом. И мы с ним каждый день встречались, набрасывали каких-то идей, и потом он писал. И в результате того, что мы видим на экране, это какой-то двадцатый или двадцать пятый драфт сценария, который мы с ним вдвоем развивали. Еще много поменялось, когда мы начали искать актеров, потому что это были местные ребята. И как они говорят, мы снимали на камеру, и потом переписывали их диалоги под их манеру говорить. С оператором Павлом Белявским мы заранее обсуждали каждую сцену, как мы будем ее снимать. И так как я хотел сделать первый кадр очень длинный, чтобы заявить героев, мы продумывали его от начала до конца. Мы сначала поехали на локацию, посмотрели, где мы это снимем, нарисовали раскадровку по кадрам, даже по смене камеры мы уже придумали это заранее. И уже на локации просто отрабатывали с ребятами несколько проходов. И сложность еще была в том, что это был режим, и нужно было успеть в этот промежуток до этого отрепетировать движение камеры, а потом уместиться ровно в режим. Да, это очень важно, потому что мы сначала нашли локацию, а потом разместили в социальных сетях объявления о кастинге, и там в этих локациях нашли героев. Когда мы нашли этих ребят там в поселке, мы с ними встретились и немножко потусовались, и когда мы с ними общались, снимали какие-то пробы, они включали на телефоне музыку, и я просто подслушал ее. И проходка героя, это специально написанная музыка, когда он идет к своему учителю, вот это мы делали с композитором, пытались раскрыть эту сцену, потому что это проходка, и важно было через музыку показать его путь к этим знаниям. И она не должна была быть скучной, и должна была рассказывать вот эту вот историю, плюс еще как-то напряженной. С кем? Неважно. Все нормально, мама, правда. Да что так эта вышка сгорелась-то? Все нормальные пацаны вместо технику поступают. Да я самый нормальный рейс. А ты, блин, хоть представляешь себе, сколько мне труда стоило, чтоб тебе это место устроить? Ну? Работа нормальная, зарплата. Что тебе еще нужно? Оставь. Мой город меня предал, мою мечту... Что?